День инклюзии начинается с урока доброты, тренинга по пониманию инвалидности для местных воспитанников. Школьникам дают возможность на себе прочувствовать ежедневные трудности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями. Занятие проводит сертифицированный тренер по философии независимой жизни из Ассоциации инвалидов-колясочников Десница. Понятно, что это? Да. Ну, держи. Вот так вот оно правильно расположено. Это какое-нибудь дерево? Нет, это не дерево. На аналогичном занятии для педагогов говорят о стереотипах, которые окружают инвалидов. Один из самых распространенных – люди с интеллектуальными нарушениями не могут быть полноценными работниками. Развеять его и в массовом сознании, и на деле намерены сотрудники общественной организации «Интеллект» с помощью проекта «Путевка в жизнь». Школа-интернат в Старом Буяне – пример того, что это реально. 95% выпускников трудоустраиваются. Основные направления, которые мы берем в этом отношении – это мебельное производство, сельскохозяйственный труд, швейное дело, садоводство, цветоводство. Кроме того, сейчас мы осваиваем, скажем так, древние русские ремесла, ткачество, швейное дело. Подарок педагогам подготовлены в рамках проекта учебные пособия. С их помощью школьники могут последовательно осваивать целый ряд профессиональных компетенций с учетом индивидуальных особенностей развития и ситуации на рынке труда. В течение пяти лет те ребята, у которых сложности с освоением, могут освоить какой-то отдельный профиль. Те, которые более сохранные, они могут освоить до 20 профилей. И, конечно, это повышает их возможности на современном рынке труда. Потому что мы ставим именно такую задачу. Да, она амбициозная, но она реалистичная. Интернат в Старом Буяне является ресурсным центром проекта. После того, как здесь на практике опробуют новаторские пособия и составят по ним учебные программы, эти наработки будут доступны другим школам области. Светлана Стребкова, Алексей Гриднев, Новости губернии.